Если вы счастливый обладатель дачного участка, спешу напомнить, что дача это не только посадки огурцов и помидоров, это прежде всего отдых вдалеке от шумного города, а отдыхать хочется в красивой и уютной обстановке. Наш следующий сюжет подскажет вам, как можно стильно и по-дизайнерски организовать свой приусадебный участок, ведь даже овощные грядки можно превратить в декоративный садик. Лето – это самый лучший сезон года для отдыха на свежем воздухе на даче, но в то же время это самый ответственный период для садовода. От того, насколько правильно и своевременно будут выполнены необходимые весенние работы, зависит здоровье, внешний вид сада в течение всего сезона. Мы находимся в учебном методическом полигоне Центра экологии и туризма агротехнологического образования. Директор Семенов Гаврил Иннокентьевич. У нас проходят практику студенты из разных институтов СВФУ, например, Института Арктики, также Пединститута, и в основном студенты колледжа технологии и дизайна, будущие ландшафтные дизайнеры и графические дизайнеры. Все композиции в полигоне они тщательно планируют и создают сами. Есть разные интересные композиции, посвященными Году кино, Году благоустройства, Международным спортивным играм в Дети Азии и несколькими тематическими композициями, где каждому сотруднику Центра дают возможность проявить свой креативный уровень. Мы занимаемся не только овощеводством и цветоводством. У нас тут есть тематические композиции, занимаемся ландшафтным дизайном. И студенты колледжа дизайна и технологий, например, нам помогают воплотить наши идеи. Я им даю тему, например, и мы обсуждаем, как лучше это сделать. Порой приходится решать такие задачи, для которых нужны не только опытные ботанические знания, ведь эти знания они получают, работая в полигоне. Я работаю здесь второй год, мне нравится здесь работать, я развиваюсь физически. Ну и основная цель, конечно же, заработок. Здесь неплохо платят. Научился различать растения от сорняков, некоторые цветы названия узнал, и можно провести здесь время на воздухе свежем, это неплохо. Я здесь работаю уже третий год, мне нравится ухаживать за растениями, и я с детства люблю природу, свежий воздух. Я здесь научилась всему. Ну, мама порекомендовала, и это довольно-таки легко, и это, может, ботаникой буду заниматься позже. По словам Полины Петровны, что любой плодотворный результативный труд должен иметь не только моральный стимул, но и материальную сторону. У них зарплата, биржа платит, потом мы еще выдаем продукты. Мы хотим поблагодарить мэрию, что они выделили нам студентов для работы со цветами, с овощами. С их помощью мы сделали ремонт большой, они помогали высаживать растения, ухаживать, красить и создавать композиции. У нас есть новые композиции, которые мы покажем осенью. Также коллективу Республиканского центра предстоит закончить несколько новых композиций, которые будут показаны 19 августа этого года.